С Новым Годом, дорогие товарищи! А мы его встретили в водопаде Сухлана. Незабываемая красота, простор, природа, все что нам нужно было. Идем наше убежище, которое мы нашли на берегу этой реки, на месте 100 водопада Сухлана. И говорят, как Новый Год пройдет, как он у тебя и пройдет. Ребята, с Новым Годом, с новым счастьем! А к нам вот пришел гость такой. Ну, судя по всему, это Куфия. Вот, если кто-то знает, как эта змея называется, пожалуйста, нам сообщите. Люба, покажи головочку. Итак, я не буду ничего показывать. Вот она она. Вот она. Вот так мы преодолеваем сложные участки пути на грунтовых проселочных дорогах. Конечно, наш маленький беленький ослик для этого вообще не предназначен. Но что поделаешь. Хорошо, что владелец нашего ослика вообще не знает, как мы его используем, да? Да, еще 5 километров. Друзья шли по джунглям в какое-то волшебное место. Летают, кружат бабочки. Поймают камеры или нет. Их здесь сотни. Продвижаемся. Очень красиво. Вот они сейчас сидят на веточках. Смотри, Игорь. Они облепляют дерево. Видишь, слева тебя. Дерни дерево. Вот, видишь, они облепили все ветки сухого дерева. Бабочковый дождь 1 января. Бабочковый снег. Скажи им, куда мы прорвались. Мы прорвались на вторую по высоте вершину Талавсада. Ну, это еще не точно. Это еще не точно. Но такое замечательное плато на закате. После того, как мы рубились под джунглем. Приятно. Восемь утра. Мы переночевали. И сейчас дойдем эти 800 метров до вершины. Ночью дул неслабый ветерочек. Мы даже немножко подмерзли. Зима 800 метров. Но ночка была вообще замечательная. Несмотря на ветер. Какие цветочки растут. С ума сойти можно. Итак, находимся на одной из вершин, которая выше 800 метров, на границе Карнатки Гуа. Название пока не знаем. Но, думаю, дома разберемся. Мы думаем, что это вершина, потому что здесь явно натащенные груды камней лежат, обозначающие вершину. Но это не точно. Неожиданно в джунглях появились деревья с табличками. Гуа свою границу отмечает даже в таких непроходимых зонах. На вершину горы это огромное поле с табличкой. Я назвала этот вид ландшафта базальтовые поля. Они чаще всего встречаются на вершинах холмов, но бывают и на полочках посреди джунглей. По ним такое удовольствие ходить. И вот когда я говорю, что мы идем по непролазным джунглям, это значит, что мы идем вот так. И вот когда это закончится, просто идешь в полицию. Но это еще хорошие кустики, они не колятся. Мы вам покажем кустики. Они вообще не хотят, чтобы вы их проходили. Ну и понятно, почему мы так любим ходить по базальтовым лугам, правда? Мы идем по тропе. Вот и Миша, Малюша. Опа, а вот и Миша. Вот эти штучки, сейчас я вам проделаю. Друзья, короче, вот эта штучка, кажется, что вот она. Кажется, вообще безобиднейшая такая торчит. Но она, она вся в крючках, в макленьких гарпунах. И она рвет всю одежду. Адская лианка. Сейчас за этим холмом будет сюрприз. Три минуты отдыхаем, пока Игорь купается. Три минуты тоже купается. Итак, третьим, вторым по высоте, совершенно закончился. Вышли, а байка нет. Говорят, что его увезли в какой-то департмент. Предположительно, в Форестере департмент. Да, и идем сейчас в Форестере департмент. Неизвестно, сколько километров еще. Будем смотреть, что там сделали с нашим хосликом. Ну, если честно, мы сейчас пребываем в состоянии легкого шока и недоумения. Как наш байк мог поехать без нас, без ключа. За два километра от нас, как минимум. Байк не дает нам. Окей, полис, полис. Ехать не дает. Почему ты взял байк? Почему? Я, байк. Гоупасин. 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 И Victorian геоу fermentation, Анастасия, Вы Cespedем. Даль Сахалова. Как проще. Вспомним. Да. Таня, Пашалова. Продолжение следует...